Здравствуйте! Вы смотрите Главные новости. В студии Ростислав Белык. Смотрите в выпуске. Вы мне в апреле месяце скажете, мы в августе сдадим? Первое число. Горят сроки. Губернатор подверг критике работу на юбилейных стройках. И грозит еще на свете. Расплата без посторонних. Силовики и власть взялись за проверку коллекторских агентств. Кто во что гораст, Центр своевременного искусства в очередной раз стал обителью творческой молодежи. Турнир показал, что любительский спорт не умер. По примеру президента, в Орле завершился чемпионат ночной хоккейной лиги. Вадим Потомский жестко раскритиковал работу чиновников, которые отвечают за юбилейное строительство. Напомним, 11 объектов должны быть сданы в этом году. Среди них станция обезжелезивания, набережный, стадион имени Ленина, крытый тренировочный каток, музей писателей Орловцев и театры Тургенева и свободное пространство. На аппаратном совещании речь шла о причинах срыва сроков. Наталья Пехтерева далее. Культурный ренессанс в самом разгаре. Нового театра в юбилейном перечне пока что слабое звено. Работы идут, темпы никого не устраивают. Свыше 40 человек ежедневно трудятся в театре Тургенева. Привезено все оборудование. Строительные работы ведутся в основном зале. Монтируются системы вентиляции и электроснабжения. Готовность около 90%. В свободном пространстве чуть меньше, почти 80%. Официальные сроки открытия прошли, новые сдвигаются. Причины были озвучены на аппаратном совещании. Сценическое оборудование должно быть поставлено на объект 20 февраля. В связи с длительными процедурами таможенного оформления. Что касается ребёдок и части сценического оборудования, то в связи с отказом европейского пустощика от исполнения заказа, заказ будет размещен на территории Российской Федерации. Губернатор Вадим Потомский потребовал принять все возможные меры для ускорения процесса сдачи объектов. И в контроль за работой подрядчиков необходимо усиливать. Конвой, что ли, к вам приставлять, ко всем вашим работникам, чтобы они там приходили по головам, чтобы полиция стояла, считала, сколько людей на рабочем месте находится? Вы что, шутите, что ли? Вы мне в апреле месяце скажете, мы в августе сдадим? Первого числа? Константин Вячеславович, соберёте этих подрядчиков, Блохина и всех, и мне назовёте сегодня к концу дня дату. Но я про первый апрель ничего слушать не буду. Вы жить и мне там будете все. А я вас там буду укладывать и будить. Хотите армейский порядок, я вам его покажу, что это такое. Но этот детский сад, этот детский лепит, он мне вообще не интересен. Когда я для себя эту ситуацию понял окончательно, разговор был в пятницу очень жёсткий. Очень жёсткий был, поверьте мне. Детство раньше присутствовало при нём. У меня в кабинете. В числе благополучных объектов ледовая арена. Здесь подрядчики идут с опережением. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15 февраля. Готовность 98%. На объекте работает 40 человек. Запущено по постоянной схеме отопления. Устроен хоккейный борт, стекло, видеооборудование. Пришла машина для взрывки льда. Вадим Потомский вернулся к обсуждению темы концессионного соглашения водоканала. Напомним, концессия – это форма государственно-частного партнёрства, при которой в управление государственной собственностью на взаимовыгодных условиях привлекается частный капитал. Именно такой способ может быть применён для модернизации водоканала. Бюджетные средства тратить не придётся. Пока что это только планы и предмет обсуждения. Мне было предложено рассмотреть вопрос с формированием необходимых потребностей. И если эти потребности, которые будут выходить за рамки для нас, которые мы не потянем ни при каких обстоятельствах, на сегодняшний день, возможно рассмотреть вопрос концессии. Но ни в какую концессию мы это не передаём. Какой смысл был бы мне передавать водоканал в чьи-то руки, если мы делаем всё для того, чтобы наоборот вернуть в государственное управление? Для чего мы тогда создавали областную управляющую компанию? Для чего тогда мы, извините меня, за уши вытащили весь имущественный комплекс по теплу города Орла, Орёл города Теплоэнерго? Оно же... Ну давайте я вам секрет расскажу. Уже всё к продаже было. Четыре котель мы уже продали. Мы их вернули назад. Также Вадим Потомский поручил членам правительства проверить структуру формирования нового тарифа на транспорт. Повышение более чем на 30 процентов, мягко говоря, не порадовало многих орловчан. Очень плохо. И что это пенсионеры? Нам на что жить вообще? Ужасно. Тебе пешком придётся ходить. Просто тратить денег. Напомним, на прошлой неделе Горсовет большинством голосов принял решение о повышении платы с 15 февраля с 12 до 16 рублей. Почти одновременно с этим был объявлен конкурс перевозчиков. Я рекомендовал, это ваши полномочия городские, рекомендовал, чтобы подвижной состав был более-менее в поличном состоянии. Люди на что жалуются? Вы говорят, тариф нам повышаете. Вы тогда придите в порядок этот подвижной состав. Видите, ржавые эти автобусы старинные, дырявые, которые как друшлаки, холодно в них ездят. Если повышаем, соответственно, надо и... Люди должны понимать, за что они платят. Не потому, что кому-то захотелось, при этом, говорят, что тариф низкий, но никого отсюда с этих маршрутов палкой не выгнать. При низком тарифе такая конкуренция. Одним словом, Сергей Николаевич, надо более досконально все это изучить, с учетом того, что принято решение, что с 15 февраля этот тариф начнет действовать. До 15 февраля осталась ровно неделя. Ровно неделя. Также на аппаратном совещании были озвучены дорожные планы нового сезона. В списке работ 62 километра автомобильных дорог регионального значения. Капитальный ремонт почти двух десятков пешеходных переходов. Наталья Пекстерова, Сергей Руднев, телеканал Первый Апласс. Леонид Музалевский вошел в Генсовет Единой России. Такое решение было принято на прошедшем 15 съезде партии. Уже сегодня итогом съезда была посвящена пресс-конференция в региональном отделении. Съезд был плановый. На этом съезде самое важное и главное мы утвердили программу положения проведения предварительного голосования. Сама процедура праймерис пройдет в стране в единый день, 22 мая. Более того, хотел бы особенно отметить, когда я присутствовал на президиуме обкома профсоюза, одним из главных требований профсоюза звучало, чтобы минимальная заработная плата была не ниже прожиточного минимума. И вот премьер-министр заявил, что сегодня правительство работает над этим и в ближайшее время выйдет постановление правительства, решающее эту проблему. Отрадно, что уже на 4% повысились, поиндексировались пенсии российским гражданам и по итогам первого полугодия, учитывая в том числе инфляцию, будет произведена вторая индексация. В пленарном заседании партийного съезда приняли участие 695 делегатов из всех регионов страны. В Орле проходит проверка нового лифтового оборудования. В общей сложности комиссии необходимо проинспектировать четыре десятка новых подъемных устройств. Напомним, в 2015 году был утвержден план краткосрочной программы по капитальному ремонту, в котором предусмотрена замена лифтов в 15 многоквартирных домах. Сама процедура замены лифтового оборудования подразумевает, что после его монтажа привлекается сторонняя специализированная организация для проведения его полного технического освидетельствования. То есть проверяется его правильность установки, проводятся необходимые испытания, замеры. Замененные кабины отслужили больше 40 лет, что почти в два раза больше положенного срока. Технически, по всем объектам, работы планируется завершить в этом месяце. Завершено расследование громкого дела о жестоком убийстве орловской студентки Александры Рябовой. Тело девушки летом прошлого года обнаружили в комнате общежития в заводском районе Орла. Туда первокурсницу заманил односельчанин, попросив передать его документы домой. В назначенное время девушка приехала к молодому человеку. В ходе их общения обвиняемый нанес ей несколько ножевых ранений в область шеи, головы и верхних конечностей. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления. После убийства подозреваемый скрывался от правоохранителей на протяжении трех месяцев. Как выяснилось позже, это время молодой человек жил в трубе на территории аэропорта Южный. Своей вины он не отрицал. Хотел изнасиловать, но она закричала. Значит, в порыве схватил ножик и нанес несколько ударов. Честно, правда, не знаю сколько. Ну и затем хотел покончить с собой, но не получилось и в итоге сбежал. Ну и как ты, сожалеешь вообще о случившемся? А что сразу не пошел в полицию? Перед родителем стоит на убалку. Не хотел, чтобы там нали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы. Коллекторы и их методы работы. Тему общероссийского масштаба сейчас обсуждают орловчане, власти и силовики. На прошлой неделе проблему поднимали на заседании коллеги прокуратуры. К ней обращались и на сессии регионального законодательного собрания. Также регулированию деятельности коллекторских организаций посвятили даже пресс-конференцию в агентстве ТАСС. В ней, кстати, принял участие и наш телеканал. Подробности в специальном репортаже Натальи Пехтеревой. Сводки о методах работы коллекторов стекаются со всей страны. В Петрозаводске они угрожали взорвать детский сад. Из-за непогашенного долга одной из сотрудниц. На Урале довели должника до самоубийства из-за 25 тысяч рублей. В Липецкой области поприли женщину наголо из-за задолженности в 15 тысяч. В Воронеже пришлось эвакуировать школу после угроз коллектора в адрес сотрудницы учреждения. История, которая произошла в Ульяновске, шокировала всю страну. В конце января в окно пенсионера, который задолжал по кредиту, бросили коктейль Молотова. Ранение получил двухлетний ребенок. Как отмечают федеральные СМИ, семья пострадавших ранее несколько раз обращалась в полицию. Жаловались на угрозы, но действий не последовало. С коллекторами знакомы и орловчане. Наш собеседник согласился на интервью при условии, что мы не будем показывать его лицо. Небольшая просрочка стоила потраченных нервов. Просрочил плату по кредиту, причем просрочил не так надолго. Это буквально один-два дня, не более. После чего, разумеется, начались звонки. Звонки с автодозвоном, где были, как сказать, неживые люди. Продолжалось все это достаточно долго, и звонки с периодичностью были слишком, наверное, частые. Почти каждый час мне приходилось поднимать трубку. После чего номер, который высветился на экране мобильного телефона, я решил его проверить с помощью интернета. Далее я попал на форум, который создали люди, такие же, так сказать, жертвы. Доходило до угроз, расправы с семьей и прочее, прочее. Львиная доля должников – это клиенты микрофинансовых контор. Кредиты без залогов и поручительств – непосильный груз для кошелька семей. Несмотря на то, что зачастую фигурирует от 1 до 2% в день, на деле это выходит до 700% годовых. Это огромные суммы. Так, взяв незначительную сумму, через небольшой промежуток времени, вы оказываетесь должны микрофинансовой организации значительную сумму денежных средств. В сети тема коллекторов и должников – предмет жарких дискуссий. Коллекторы – это бандитские формирования, занимающиеся рэкетом на пару с банками. Процент под 20-30 – это тоже грабеж, инфляция большая. А почему беспредел? Наберут кредитов и долги, потом отдавать не хотят. Любишь кататься – люби и саночки возить. Запретить однозначно коллекторскую деятельность. Вопросов пока больше, чем ответов. Как быть с теми заемщиками, которые изначально не собирались платить по счетам? Должно ли государство навести порядок в этой сфере? Вот мнение Орловчан. Мне кажется, запрещать не надо, потому что много должников, которые не по уважительным причинам задерживают свои выплаты, а просто не хотят, наверное. Раз у нас такие случаи происходят, вопиющие, естественно, нужно и права, и обязанности этих коллекторов прописать, соответственно, права и обязанности тех, у кого взыскивают эти средства. Даже вот моя мама сейчас под это попала, названивают. Она им один раз объяснила, что это даже совсем не та женщина, которую они ищут. Но они продолжают ей слать на телефон сообщение, чтобы она уже им долг там вернула. Начиналось с двух тысяч, теперь уже дошло больше. На январской сессии облсовета губернатор Вадим Патумский попросил полицейских проверить деятельность коллекторских агентств и микрокредитных компаний. Я, откровенно говоря, не совсем понимаю, что это за институт изъятия денег у людей, получивших кредит, с учетом того, что у нас существует вся необходимая правоохранительная система, а главное суд, суды Российской Федерации, как гражданского права, мировые судьи, судьи уголовного судопроизводства. И если человек, который взял кредит, на мой взгляд, этот кредит вовремя не выплатил, вменить ему этот кредит с процентами, с арестами его имущества можно только в судебном порядке. На коллегии в прокуратуре области Иван Пулыэктов озвучил цифры статистики. В минувшем году прокурорами выявлены многочисленные нарушения законодательства о защите прав потребителей и потребительском кредите. В правоохранительные органы поступило более 70 заявлений граждан на незаконные действия при взыскании с них долгов. По каждому такому факту следует принять законное решение. Надо пресечь фактические грабительские действия недобросовестных коллекторов, орудующих в этой сфере. При угрозе со стороны коллекторов вам и вашим родным обратитесь с заявлением в полицию. Сделать это можно, придя в отдел органов внутренних дел лично, либо обратившись по телефону дежурной части 02. Также о противоправных действиях коллекторов можно сообщить по телефону доверия МВД России по Орловской области 413856. Нужно не запрещать коллекторские агентства, а выводить их из тени, считают участники пресс-конференции в агентстве ТАСС, посвященной регулированию деятельности коллекторских агентств. Телеканал Первый областной, единственный в Орловском регионе, принял в ней участие. По словам финансового омбудсмена Павла Медведева, сегодня около 38 миллионов россиян являются должниками. Из них 7 миллионов не в состоянии погасить их. Нужен закон, определяющий статус коллектора и регламент взаимодействия с должниками. Зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев сказал, что в Совете Федерации создана рабочая группа по разработке законопроекта, регулирующего деятельность по взысканию. В частности, коллекторам запретят обращаться к родственникам и знакомым должников. Эту деятельность надо ставить в рамки. И надо ставить в жесткие рамки. Здесь все-таки очень важно на первом хотя бы этапе, как минимум, ввести государственного регулятора, реестр. Если мы говорим о реестре, то тогда можно лицензирование не делать. Но, как и вариант, мы рассматриваем вопрос лицензирования. Каков будет итог, выводы делалось еще рано. Ясно одно – порядок в этой сфере наводить нужно и как можно скорее. По оценкам экспертов, объем долгов, востребование которых передано кредиторами, коллекторским агентством, составил в 2015 году около 440 миллиардов рублей. Наталья Пехтерева, Павел Джумабаев, телеканал Первой областной. Местом концентрации творческих порывов молодых орловчан в минувшие выходные стала площадка Центра своевременного искусства. Здесь и пели, и стихи читали, и даже рукодельничали. Виктория Юркова познакомилась с новым поколением творцов духовных благ. Волосы розовые, пирсинг зеленый. Девушка выступает под псевдонимом «Зеленое безумие». В жизни же Оля Карпова пишет стихи и мечтает о своем благотворительном проекте для детей. Я уже сказала, больше не буду, наверное, затрагивать межполовые отношения. А так в основном у меня о жизни какие-то стихи, свои личные размышления, какие-то переживания. «Зеленое безумие» – одна из участниц Дня таланта, который прошел на площадке Центра своевременного искусства. Их имена малоизвестны орловскому зрителю. Многие вышли на сцену впервые и с трудом преодолевали дрожь в коленях. Я часто слышу от своих знакомых и друзей, что они бы хотели, но как-то нет места, негде повеситься, негде выступить. И есть это место, есть пространство, это все просто нужно было организовать, сказать людям, что здесь и сегодня вы можете это сделать. Мы это сделали. Стихи и песни собственного сочинения. В этот день творческая площадка оказалась вполне востребованной. Нашли свой угол и хендмейт-мастера, такие как София Смородинова. Начало получаться. Сначала просто делала подарок друзьям. Потом начала спрашивать все больше и больше людей. И я решила, я делаю это плотное. По сложившейся традиции, Центр своевременного искусства снова стал местом, где орловская молодежь может хорошо провести время в кругу единомышленников. Организаторы встречи обещают проводить такие дни талантов и в будущем. Виктория Юркова, Олег Фомин, телеканал Первый областной. Кто из артистов выступит на главной сцене в день празднования 450-летия Орла решат орловчане. Мнение горожан власти смогут узнать благодаря интернет-опросу. Свои пожелания может выразить любой посредством электронной почты. Письмо можно отправить через интернет-приемную официального сайта администрации нашего города. В Орле финишировал региональный этап известного на всю Россию турнира ночной хоккейной лиги. Напомним, чемпионат стартовал еще в октябре минувшего года. На награды претендовали 6 команд из Глазуновского, Покровского, Мценского, Залегощинского районов и города Орла. Возраст участников 40+. Турнир показал, что любительский спорт не умер, что многие люди хотят действительно заниматься. И вот получилось, что за несколько месяцев у нас 6-8 команд играли постоянно. Единственное, конечно, может быть, хотелось, чтобы еще добавились. Но надеемся, что со временем это произойдет. Финальная игра прошла в конце минувшей недели. Как результат, первое место и путевка в Сочи у команды «Метеор». Поздравить участников и победителей приехал зампред регионального правительства и любитель хоккея Дмитрий Бутусов. 120 участников, члены семей, масса болельщиков. Все заинтересованы. 4 месяца, 75 игр. Это востребовано. Это нужно для города Орла. Всероссийский финал пройдет в Сочи. Победители Орловского этапа говорят, пока главное – участие. И снова к новостям спорта. Орловские дзюдоисты остались без золота. В минувшие выходные на первенстве ЦФО были разыграны 16 комплектов медалей. На этот раз у нас в регионе остались лишь две – за второе и третье места. За ходом соревнований следила Екатерина Соленкова. Технично, а главное – очень красиво. Такой назвали победу Валентина Кондрашова в первом же поединке. В его семье дзюдо – это уже традиция. Впервые Валентин вышел на татаме в 8 лет. С тех пор его девиз – если соперник, то на лопатках. Брат старший, занимается уже больше 10 лет. Естественно, как младший брат пошел по его стопам. И вот сейчас я здесь борюсь. Таких, как Валентин, в эти выходные площадка Дворца спорта «Юность России» вместила свыше 200. Среди участников первенства ЦФО среди спортсменов до 21 года кандидаты в мастера спорта, а также дзюдоисты, имеющие первый взрослый разряд. Соревнования носят характер отборочный. Это промежуточный, скажем так, этап. И ребята здесь отбираются на финал первенства России, который будет проводиться в начале марта в городе Ростов-на-Дону. Для многих спортсменов это далеко не первые серьезные соревнования. Тем не менее, совладать с эмоциями в тот день удалось далеко не всем. Съездил на три кубка Европы, Германии, Турции, Тверь. Медали завоевать не получилось, но для себя опыта набрал. Сегодня, ну, плохо настроился, наверное. Надо тренироваться больше. Как говорят маститые тренеры, победа на любых соревнованиях зависит от трудолюбия самих дзюдоистов. Обучиться приемам сложно, но можно. Секрет успеха – ежедневные тренировки и железная воля. Еще одно правило – всегда быть на чеку. Не менее важно и правильно приземлиться. Как правило, орловские дзюдоисты берут высокие награды. Однако в этот раз нашим спортсменам пришлось довольствоваться лишь двумя медалями – бронзой и серебром. Большинство же комплектов были увезены в Москву, Брянск, Белгород и Курск. Екатерина Соленкова, Олег Фомин, телеканал «Первый областной». На этом все. Интересную информацию сообщайте нам по телефонам редакции 76 10 28, а также 508 088. Программы телеканала вы также можете увидеть на нашем сайте obl1.ru. В студии был Ростислав Белык. Всего доброго. Славянская мебель. Крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в регионе. Славянская мебель – это залог высокого качества по доступным ценам. Наш адрес – улица Максима Горького, 41. Славянская мебель. Ваш имидж. Ваша мебель. Скорая амбулаторная помощь «Медлюкс Орел» предлагает услугу «УЗИ на дому» на современном оборудовании взрослым и детям. Консультативная помощь узких специалистов. Телефон 78 43 78. Управление Федеральной службы безопасности России по Орловской области объявляет о приеме кандидатов для поступления в пограничные институты на конкурсной основе по результатам сдачи ЕГЭ. Рассматриваются юноши с образованием не ниже среднего общего – 11 классов. Прием документов до 29 февраля по адресу город Орел, улица Салтыкова, Щедрина, 29. Телефон 43 76 20. Сбрось лишнее в тренажерном зале. Спортивный клуб «Сталь» меняйся к лучшему. Приходи. Орел, Рощинская, 12. Звони 33 05 93. Телеканал «Первый областной» объявляет набор на замещение вакантной должности менеджера по рекламе. Телефон 44 40 20. Они жертвуют своим сном. Они встают раньше, чем солнце. Плетутся по пустынным улицам родного города. Чтобы каждое утро разбудить вас. Валентин Тюрин и Станислав Иванов. Ничего не шара. Просто здоровым утром. С понедельника по пятницу с 8 до 10 на экспресс-радио. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»